Вот уже несколько лет жители городского поселения Загорянский опасаются пить воду из-под крана. Состояние сети водоснабжения на улице Горького оставляет желать лучшего. Отремонтировать коммуникации местная администрация обещает два года. Однако пока дело так и не продвинулось. После двух лет пустых обещаний представитель инициативной группы Олег Грачев решает прийти на прием к руководителю администрации Щелковского района. Вода Санпену не соответствует, что подтверждается документально от Роспотребнадзора и независимо тестованной кредитованной лаборатории. На контроль берем, на совещание меняешь, вот смотрим. Этот вопрос для жителей Загорянского далеко не единственный наболевший. Остро в рамках приема звучала тема благоустройства. Основная проблема для частного сектора, который составляет большую часть жилфонда поселения, это уборка бытовых отходов. На данный момент договоры по вывозу мусора заключены чуть более чем с 20% жителей. Сами собственники утверждают, что договор не проблема, если бы на улицах были нормально обустроенные площадки, а не одинокие контейнеры. Разберемся. 16 часов во вторник, то же самое, подготовиться будет детально, поэтому вопрос до ложечки, по сбору и утилизации, вот сборок и зверя. Пассажиры 36 автобуса боятся ездить по улице Лесная. С таким заявлением обратилась на прием к руководителю администрации Мария Редько. Сухие ветки деревьев нависают прямо над шоссе. Рядом можно заметить уже поваленный бурелом, что также не внушает оптимизма. Казалось бы, необходимо срочно провести опилку деревьев. Однако заминку вызывает то, что лес относится к парку Лосиный остров и находится в федеральной собственности. Там дорога просто представляет собой туннель, который из деревьев. И вот с июля месяца я с этим вопросом как бы пыталась навести порядок. Я писала или в Щелковское лесничество национального парка, и обращалась к работнику управления по развитию территории кольцу Сергею Николаевичу. И как бы никто ничего не предпринимал. Мария Редько, давайте так. Я сейчас поставлю задачу начальнику отдела экологии. Он встретится с директором национального парка, проговорит с ним. Они во вторник у нас будут. Мы решаем сейчас вопросы строительства дорог, объекта Челковского шоссе. Вот они у нас будут. Мы попросим, чтобы они эту работу выполнили. Также на приеме рассмотрели вопросы имущественных и земельных отношений. Всего к руководителю администрации района обратилось более 10 жителей. Вопросы, которые не были решены на месте, районная администрация взяла на контроль.